В Севастополе коммунальные службы занимаются устранением последствий непогоды. Напомним, в минувшую ночь на город вновь обрушился ураганный ветер с ливнем, а местами даже со снегом. Первой не выдержала сеть электроснабжения. В итоге без света остались 125 тысяч абонентов в разных районах города. Затем по цепочке работу остановили 70 городских котельных и севастопольская ТЭЦ. Евгений Горлов, директор департамента городского хозяйства, прокомментировал работу экстренных служб, по его словам, масштабных бедствий удалось избежать благодаря заблаговременной подготовке к надвигающейся непогоде. Количество аварийных бригад было увеличено до двух десятков. Ухудшение погодных условий привело к замыканию, но в тот же самый момент службы показали оперативную возможность решения проблем. В течение часа, напомню, город был подключен. Соответственно, будем в таком же режиме продолжать работу. Весь день бригады коммунальщиков занимались устранением последствий шторма. Во многих районах города оказались повалены деревья. На улице Руднево упали несколько рекламных конструкций. Работы велись также и во дворах. Что касается управляющих компаний, также работают бригады. Работали бригады. У нас три кровли оторвало листы. Слава богу, без каких-то последствий для жизни и здоровья населения. Две кровли требуют ремонта восстановительного. Остальное идет в текущем содержании за счет эксплуатации управляющих компаний. Параллельно сегодня у нас порядка 500 человек работают на уборке территории города. Это как с муниципальными округами, как с управляющей компанией, так же с парками и скверами. То есть общее количество, вот 500 человек сегодня занимаются последствием ликвидации стихии. По информации синоптиков, циклоны еще господствуют над Севастополем. Власти призывают всех горожан быть максимально внимательными и по возможности оставаться дома.